Всем большой привет! Ну вот, подведены итоги 2017 года. Многие из вас ждут планы на 2018 год. Но я хотела бы сначала вам показать все мои начатые процессы, а потом мы уже с вами поговорим о планах. В этом году у меня начато очень-очень много процессов. Я принимала участие в такой, как сказать, в таком движении апрель, месяц стартов, где все участники этого проекта начинали кто каждый день, кто через день. Мы начинали очень много новых процессов. Я начинала также много крупных процессов, которые, соответственно, как были начаты, так были и остановлены. Но они открылись, они начались, и они существуют как начатые процессы, по крайней мере, так они существуют для меня. И я хочу показать вам те процессы, над которыми я активно работаю, и процессы, которые у меня находятся в периоде ожидания. Итак, начну я с самого-самого активного процесса, о котором я вам еще, наверное, не показывала. Может быть, уже и выйдет видео, не знаю. Но давайте приступим. Сейчас основным моим процессом является петух от Custom Crafts. Я сейчас нахожусь вот на таком уровне, то есть мне нужно вышить буквально совсем чуть-чуть, но это чуть-чуть на картинке, а на конве это еще, конечно же, много. Это примерно еще 13 тысяч крестиков. Я вышиваю по 3 клеточки вверх, вот так, полоской. Здесь у меня получается 6 тысяч крестиков, вот в этой полоске. То есть мне нужно вышить вот эту полоску и еще там такую... Или разобью, останется у меня еще 7 тысяч крестиков, то ли я разобью на 2 полоски по 2 квадратика, то ли это будет 1 полоска в 3 квадратика вверх, и еще останется потом 1. Ну, посмотрим. Вот, сейчас я вышиваю по 3 вверх. Вышивается легко. Нитки здесь яркие, классные, схема простая, все, в общем-то, хорошо вышивается, но так как здесь идет парельный сюжет, то при вышивке какого-то участка не видно особо результата. То есть видно, что вышито какое-то яркое, красивое пятно, но не видно, как проявляется сам рисунок, и поэтому на каком-то этапе очень быстро устаешь. От этой вышивки хочется приключиться на дизайн с мелкими деталями, чтобы вышить там 200 крестиков, получить какой-то результат. Вот как бы так обстоит у меня дело с этим дизайном. Но я себя настраиваю, нацеливаю, пока продвигается хорошо, но я ничего не загадываю, как идет, так идет. Может быть, он у меня еще и... Буду я его вышивать еще и 2-3 месяца, может быть, в январе, и не получится его завершить. Так вот, ну, это процесс у меня номер один. Мой петух Custom Crafts. Пожелайте мне удачи и скорейшего завершения этому процессу. Итак, следующий процесс, который я вышиваю вместе с моим петухом, точнее, параллельно. Мне от петуха время от времени нужно отвлекаться, так как я объяснила уже там. Быстро устаешь из-за того, что не видно самого рисунка в отшиве. И сейчас параллельно я вышиваю петуха с таким набором от Думы Крафт, как показать, подсвечивает. Это утки-мандаринки. Набор масштабный, 60 на 40. Но здесь хорошо... Здесь плюс состоит в том, что на конве уже нанесен рисунок, вот эта печать идет, и поэтому мне вышивать очень удобно. Посмотрите, какая большая ткань, да? Вот так, как показать, вот. Вот так, 60 на 40. Очень красивая, яркая должна получиться работа. Вышивается она у меня, ну, по чуть-чуть, там, по одной, по две ниточки. И так, по настроению. Сейчас я вам покажу, что у меня вышилось. Надо свернуть, чтобы это было видно. Вот. А вышился у меня лотос. Вот, лотос и немножко по краю. Уже я прохожу в разные стороны. В лотосе идет больше всего смешение цветов. А в основном фон вышивается такими большими цветовыми участками, поэтому там должно быть попроще. Ну, и уточки там тоже много сложностей будет. Вот. Ну, мне хотя бы хоть чуть-чуть фона еще вышить, потому что работа масштабная. Начинала вышивать на пяльцах, кюснапах, кюснапах, но в итоге пришла к тому, что лучше всего вышивать на руках. Скручиваю трубочку. Ткань здесь, такая канва жесткая, очень классная. Поэтому беру, просто и вышиваю. Вот такой результат. Покажу, как у меня хранятся нитки. Хранятся вот в таком обычном конвертике. Здесь также у меня идут и ножнички, и резачки. Поэтому все очень просто. И этот процесс у меня хранится в прикроватной тумбочке. Когда я там перед сном хочу вышить 2-3 ниточки, я достаю, быстренько вышила, и потом все вот так вот убирается. Обратите, пожалуйста, внимание на вот эту стопочку. Это все мои начатые процессы. Причем не все начатые процессы. Два мы посмотрели. Есть еще процессы, которые в другом варианте организованы. Но в любом случае, вот эта вся стопка, это процессы мои начатые. Как вы видите, здесь очень много всего. Поэтому берите с собой чай, кофе, вышивку. Видео будет долгим. Мы будем все это вместе с вами рассматривать. Я надеюсь, вы получите удовольствие. Вот в такой интересной коробочке у меня организован процесс по дизайну Буцила. Но это не набор Буцила, это сборка наших российских девочек. Называется Клубок желаний. Девочки сами комплектуют наборы по дизайнам известных фирм. Вот я у них заказывала этот дизайн. Они делали специально для меня. Я его так сильно ждала. Прямо мне казалось, что как только я его получу, я его выщу за месяц. Так сильно мне хотелось этот дизайн. Но, увы, чудо не произошло. Так, я вам сейчас покажу, как у меня все хранится. Вот так все внутри у меня сложено. Здесь идет, я сама сделала вот такую планшетку из упаковочного материала. Приклеила здесь значки и паркую иголочки. Очень удобно. У меня таких планшеток много. Мы получаем товар, упакованный с такими штучками. Ну, тут схема. Все понятно, все стандартно. Такие ниточки на трех планшетках заламинированных. Очень качественно все здесь собрано и организовано. Я оставлю ссылочку на обзор этого набора. Вы можете посмотреть. Там я очень подробно рассказываю о планшетках и о всей организации. И вот здесь у меня вот такая вот канва, кусочек. Такой приятный цвет кофе с молоком. Есть у меня здесь небольшая претензия. Это к краям, поставленным для оформления. Оставлены очень маленькие поля. Я люблю побольше. Я люблю как у кастом крафца по 5-7 сантиметров. А здесь всего 2,5 или 3 сантиметра. Но это маловато, мне кажется, для отступа. И вышел со меня всего лишь вот такой вот небольшой фрагмент. Как-то было у меня очень сильное желание вышивать этот дизайн. Я прям ждала с нетерпением. Как только я приступила, вышивая вот этот небольшой фрагмент, я как бы и сломалась на этом кусочке. Наверное, потому что на тот момент я вышивала моих хсо в лунном свете. И там у меня та же история. Ты вышиваешь много, одной палитрой, однотонными цветами, все синее. И рисунка не видно. Можно вышить небольшой кусок, а рисунка все еще не видно. А здесь та же самая история. Только цветовая гамма другая. Здесь коричневая. Вышиваешь, вышиваешь, а рисунка не видно. И вот я хотела переключиться, а переключение не произошло. Получилось, как бы я с одного процесса на такой же процесс я переключилась. Я очень быстро устала и отложила эту работу. И мне пока, знаете, как-то обломало. Не хочется возвращаться. Хотя дизайн шикарный. Я почему-то хотела его вышить к Новому году, там, в Рождество, зимой вышивать. Он такой классный, он такой рождественский. Ангелочек, ягненочек. Но у меня как-то... Я от него остыла пока. Пусть пока полежит. Я к нему вернусь обязательно. Просто жду настроения. Еще у меня есть вот такая большая коробка из Икеи. Это набор был. Одна большая коробка и две маленьких. И в этой коробке у меня организовано вот таким образом. Вот так. Организован очень-очень интересный сюжет. Сейчас покажу. Лансвит. Спи моя радость. Этот дизайн я начала еще в 16-м году. И он до сих пор у меня вышивается. Он не простой. Это действительно сложный дизайн. Потому что здесь 18-й каунт. Темная канва. Очень много мелких деталей. Много ниток. Бэкстич сложный. Здесь все не просто. Но зато результат такой классный. И вот оно того стоит. Посмотрите, какая красота у меня получается. Я еще немножко вышивала в этом году этот дизайн. И практически подобралась к половине. Но одна треть у меня 100% есть. Причем здесь частично уже вышит бэкстич. Дошью еще вот этот кусочек. У меня остался вот с этой стороны. Вот-вот-вот. И завершу бэкстич на всем этом участке. Буду продвигаться. Вот. Вот. Такая у меня красота. Этот дизайн в этом году я хотела бы, очень хотела бы закончить. Потому что он мне нравится. Этот зайчик. Вот. Он такой классный. Что даже в любом возрасте его можно вышивать. Вот так. Так, так, так. Дальше у меня вот тут лежит такой рулон. К сожалению, я сейчас уже не буду искать обложку. Не буду искать нитки, ни схемы, ничего. Просто ставлю вам картинку, что это за дизайн. Эта фирма сделает своими руками. Волшебные часы. Волшебные часы. И вот на таком этапе у меня процесс отложен. Вышивка здесь шерстью. И здесь не очень качественна шерсть. Поэтому вышивается, знаете, нудновато. Ну, итог, конечно, он хорош. Здесь нет никаких претензий по разработке. Красиво получается. Посмотрите. Много мелкого и такого кропотливого бэкстича. Вот. Сам дизайн должен быть очень длинный. По-моему, 95 сантиметров. Но я не буду вышивать все составляющие часов. Поэтому я вышла только вот стоечки здесь. Какую-то часть, чтобы была видна какая-то основа. А все остальное, канву, посмотрите, сколько ее много. Вот так. Я отрежу. Буду использовать в своих каких-то проектах. А вот здесь вот до конца мне нужно будет вышить замечательный замок часы. Красивый. Должен быть дизайн. Вот. Ну, я, как вам уже говорила, планов никаких не ставлю. Как идет, так идет. Когда-то вышлится в 18-19, в 20-х годах. Наверное, когда-то вышлится. Вот такой вот рулончик. Это уже пятый процесс. Считаем, да? Берем вот такую папку. Кстати, в этом году, в прошлом уже году, я для себя обнаружила очень удачный и удобный способ хранения моих процессов. Это вот такие папки. Они с объемом на резинках. Вот так резиночки мы снимаем. В эту папку помещается даже органайзер пака и любые другие органайзеры. И в этой папке у меня хранится один процесс из серии Апрель Месяц Старта. Это вот такие зебры. Но этот кусочек схемы, это не сам дизайн. Я постараюсь вставить вам картинку. Надеюсь, где-то она у меня есть. И что у меня здесь вышито? Это совсем ничего. Вот, буквально вот такой маленький кусочек я здесь вышила. Маленькую полосочку и отложила. Здесь у меня очень хорошая основа. Это Линда 27 каунта от Свайгард. Такая классная. Хочется мне вернуться к этому дизайну. Скорее всего в этом году. Ну, хотя бы чуть-чуть. Я еще повышиваю, поработаю. Ниточки у меня здесь ПНК, по-моему, подобраны. И ДМС. Вообще это дизайн Анкор. Но схему мне присылала Галя Парадайз. Это по набору от Ласка. По набору Ласка. У Ласка тоже они сами делают наборы. Составляют из снятых с производства известных дизайнов. Вот. И там ниточки были в Роял Париж. Но мне Галя присылала кусочки, образцы ниток. Поэтому я самостоятельно подбирала. К сожалению, этого дизайна Анкор я не нашла, чтобы найти оригинальные нитки. Но я подобрала по образцам. Мне кажется, должно получиться все хорошо. Следующая коробочка. А в ней у меня хранится вот такой замечательный дизайн Дименшинс. Кто за кем наблюдает. Коты, птицы, зима. Классный, классный сюжет. Но, опять же, к сожалению, он у меня вышит вот только вот. Такой вот маленький фрагмент. Прямо с центра я начала вышивать. И вышла маленький кусочек. Дизайн небольшой. Вышивается легко. Нужно просто найти время. Он лежит у меня из-за того, что не хватает на все времени. Но я к нему очень хочу вернуться. Очень хочу его снова вышивать. Следующий дизайн у меня хранится вот в такой папке. Не хватило ему больших-больших папок. И это дизайн по оригинальному. Это оригинальный набор от Золотого Руно. Вот такой вот собака. Называется «На охоте». Набор мне дарила Наташа, моя подружка. И этот набор я тоже начинала в проекте «Апрель месяц стартов». И вот столько у меня было вышито за несколько дней. Я им так увлеклась. Мне не хотелось даже отрываться. Пробовала я вышивать без разметки. Но здесь, увы, разметка нужна. Потому что первая половина работы, она сложная. Здесь вышивается трава, солома. И много идет разных смешений цветов. Поэтому нужно обязательно будет ее расчертить. И так как этот год – это год собаки. Поэтому мне как-то надо включить этот процесс и вышивать какое-то количество крестиков каждый месяц, чтобы данный процесс продвигался. Он сложный. И вот взять его за один месяц, вышить – это нереально. Но хотя бы по чуть-чуть нужно его как-то организовать. И, наверное, в ближайшее время я сделаю видео о переорганизации процесса. Все вам заново покажу. И, наверное, так и сделаю. По 200-300, не знаю, 500 крестиков в месяц буду вышивать его. Следующая коробочка – это вот такой дизайн. Здесь, вы видите, написано «Ласка». Но дизайн – это дизайнера Маржелин Бастин, французский дизайнер. Этот дизайн был у План-Артен, потом был снят с производства. И «Ласка» переукомплектовала этот набор, сделала самостоятельный свой набор. Я не вышиваю по набору, то есть я заменила полностью все составляющие, нитки и основу. Для основы я взяла линду 27-го каунта и ниточки ДМС. Вот столько у меня вышито. То есть я вышила низ дизайна, где идет вот этот вот гнездышко с яичками, какие-то листочки и тень. Вышивать у меня здесь еще много и вазу, и цветов, и цветы. Вышивается очень-очень интересно, легко. Есть у меня настроение на этот дизайн. Просто нужно, как говорится, найти опять же время. Все упирается в время. Но мне было очень интересно в тот момент попробовать, поработать с Линдой. Я соскучилась за равномеркой. И вот и сейчас тоже я держу ее в руках. И мне так хочется уже вернуться тоже к этому дизайну. Вышить хотя бы чуть-чуть, может быть, вазочку хотя бы вышить. И можно будет опять отложить, переключиться на мои основные процессы. Еще один дизайн на равномерке. Очень такой классный, шикарный дизайн. Это, ну вот так буду показывать, да. Кошель. Лен. Кошель. Как он кашель? Кошель, наверное, называется, да. Вот показываю вам свои первые крестики. Первое начинание. Это сэмплер от Анкор. Давно снят из производства. Где-то я давным-давно нашла схему. Сейчас посмотрим. Ну вот покажу сейчас тот участок, который я вышиваю по схеме, да. Это левый нижний угол. Сэмплер состоит из таких небольших сюжетов. По-моему, четыре маленьких сюжета, и в центре будет лошадка. Вот. И сэмплер на тему лошади в сельской местности, я так понимаю, потому что они в разных вариациях, вот тот человек ведет вот такую вот лошадку. Он тяжеловес, такая большая лошадь. Вышиваю я оригинальными нитками Анкор. Все купила по ключу. Подобрала очень хорошую, интересную равномерку. Чуть-чуть начала и опять же вот отложила. Но процесс мне очень-очень нравится. И тоже вот жду момента, когда я к нему вернусь. Нитки здесь потрясающие. Смотрите, сколько ниток классных. Вот. Я сейчас так показываю вам быстро-быстро. В какой-то момент я сделаю отдельное видео по процессам, где я вам покажу полностью всю-всю-всю схему, нитки, комплектацию. Мы сейчас так пробегаемся, чтобы сильно много времени не занимать. Что у меня начато, да? Следующий. Это совы в лунном свете. Видите, как хорошо и очень удобно организовывать процессы. Вот эти такие коробочки. И я выбирала специально прозрачный, чтобы было видно, что за процесс там у меня находится. Так, этим процессом я тоже периодически занимаюсь. Но сейчас я его отложила, потому что хочу, так сказать, довести до ума своего петуха. Я с этим процессом участвую в совместном проекте от Хобби Арт. Такие разные совы. И здесь у меня вышита одна четвертая процесса. То есть я практически-практически дошила одну четвертую. У меня тут осталось вышить буквально 300 крестиков. Здесь начинаются совы. Совы вышиваются сложно. Там идет куча одиночек, смешение цветов. Такой непростой, не совсем простой дизайн. Не совсем сложный, что одни одиночки. Но и требует, знаете, терпения и усидчивости. И видите, здесь идет все в таких синих цветах. Тоже быстро устаешь. Потому что шьешь все синим, синим, синим. И особо рисунка не видно. Рисунок проявляется уже, когда отшивается большой-большой участок. Когда видно, что вот что-то есть. Здесь у меня появилось вот это вот дерево, пень, на котором будут сидеть совы. Сейчас я вам покажу сов. Вот они. Такие две белые полярные совы. Классный дизайн. Кастом крафтца. 50 на 50 будет размер работы, по-моему, если не ошибаюсь. Тоже такой большой. У меня всего лишь два набора от кастом крафтца. Это вот эти совы и мой петух. И хочу сказать, что я очень сильно полюбила кастом крафтца за их комплектацию. У них шикарные вот материалы. И основа, и нитки ДМС. Но они какого-то особенного качества. И еще один процесс. Еще один процесс. Который тоже... Мне очень хочется его вышивать. Прям очень хочется, девочки. Честно вам скажу. Ну не знаю, ну как же мне разорваться-то на части. Вот. Это панна-подушка. Называется Ветер. Есть четыре стихии у панны этих подушек. И я все четыре собрала. Три я покупала сама. Четвертую мне подарила моя рукодельная фея. Это был набор Земля, который был снят с производства. Но теперь он у меня тоже появился. Классная, интересная здесь идет прорисовка. Такой вот дизайн. И что сказать. Ничего говорить не буду. Ничего говорить не буду. Но очень хочется, чтобы нашлось время, хотя бы немножко его еще повышивать. Хоть как-то продвинуть. Там, знаете, процесс, когда он начат, заложен фундамент. Пусть не сейчас, не в этом году, но через год, через два, оно все у меня вышлется. Все эти подушки. Смотрите, как классно. Вот все эти четыре подушки сезонные. Так разложить. Будет красота. Сам дизайн очень легко вышивается. Здесь идет все цветовыми пятнами. Классно, просто. Схема хорошая. Ну, что сказать. Бери да вышивай. Все в удовольствии. И последний, последний из начатых процессов. Он у меня не очень в таком хорошем виде. Потому что лежит уже очень-очень-очень давно. Уже год лежит. И этот дизайн был с разметкой. Я недавно постирала, смыла всю разметку. Ставлю вам сейчас картинку. Это панна. Греческие вазы называется дизайн. Вышиваю по самоподбору. По ключу, скажем так. Нашла схему. По ключу вышиваю. Классный дизайн. Но, видите, нашлись еще более классные дизайны, которые заняли мое сердце и внимание. И поэтому они больше продвигаются. А этот пока лежит. Как я говорила, здесь была сделана разметка. Очень долго он находился с разметкой. С такой, знаете, жирненькой. Такой, ух, сочной. И я испугалась, что она никогда не смоется. Постирала вот недавно. Все сразу отошло, слава богу. Поэтому все нормально. Пусть лежит. Может быть, вышлится когда-нибудь. А может быть, и не вышлится. Кто его знает. Вот. Итого. У меня на сегодняшний момент начато 13 процессов. Да, это такая цифра немаленькая. Можно вообще о планах даже не говорить. Даже не одного года мне нужно, чтобы дошить то, что все, что я начала. Но это не значит, что я буду заниматься только этими процессами. Я не ставлю себе вообще на этот год никаких целей. Это первый год, когда я не делаю абсолютно никаких планов. Даже вот то, что у меня начато, я не планирую это закончить. Я буду вышивать те процессы, те наборы и дизайны, которые мне захочется. Может быть, у меня станет еще больше начатых процессов. Может быть, они поуменьшатся. Я не знаю. Так как я накупила много любимых, интересных, желанных дизайнов, я не хочу себя ограничивать. И я хочу оставить свободу творчеству, оставить себе пространство для настроения. Когда мне захочется что-то взять и вышивать, я не буду себя останавливать, что вот, а у меня в планах там было в этом месяце то-то и то-то. Нет. Что захочу, то я буду вышивать. Поэтому абсолютная свобода в этом году, абсолютная свобода для творческих порывов. Пусть идет, так идет. Все процессы люблю. Все равно когда-нибудь все это вышлится, а не вышлится, и значит так оно и надо было. Главное, что я попробовала, поэкспериментировала и получила от этого удовольствие. Мне кажется, и вам так будет интереснее. Мне остается небольшая интрига, что вы не будете знать, что я буду вышивать в этом году. Поэтому будут какие-то у меня для вас сюрпризы. Ну вот, показала я вам все мои начатые процессы. Если вам интересно посмотреть какие-то процессы более подробно, более детально, я сниму отдельное видео. На этом у меня все. До новых встреч и пока-пока!